всем привет привет рада вас приветствовать на своем канале креатив элис и сразу приступим сегодня мы будем делать 10 открыток с одним набором штампов и сразу попрошу вас вверху сейчас появится опрос ответьте пожалуйста насколько часто вы хотите видеть такое видео такого формата нравится вам ли это или может быть что-то другое вам хочется видеть на данный момент я беру пять листиков карт стока и режу их пополам после чего бегу и соответственно у меня получится из пяти листиков карт стока 10 основ под мои открыточки да и еще обязательно напишите мне в комментариях какая открыточка вам понравилась больше всего очень жду итак первую открыточку я начинаю с того что я делаю от штамповочки и раскрашиваю в общем то поскольку это штампы для раскрашивания то есть естественно очень много будет раскрашивания и штамповок в этом видео поэтому я повторяться каждый раз не буду буду объяснять какие-то остальные детали раскрашивать я буду пользоваться либо красками либо фломастерами которые взяла у ребенка либо карандашами либо акварельными карандашами в общем то чем-то таким еще иногда буду использовать лайнеры я думаю что это будет видно и понятно по видео после чего от штамповочки свои я вырезаю и и перехожу к самой основной подложки которая будет находиться сверху на открыточке вот такой способ вырезания вырубания скажем так ножом можете делать только на свой страх и риск потому что я не знаю что произойдет с ножами в ближайшем будущем пока я им пользуюсь поскольку у меня машинка для вырубки рассчитана на семь с половиной сантиметров в диаметре то естественно больше чем всем с половиной я не могу использовать ножей поэтому я пользуюсь вот таким способом после чего я тонирую дистрессами немножко свой фон и у многих открыток в этой серии я буду скруглять уголочки что-то последнее время для меня это прям архиважно я сделала несколько пчелок и буду делать шейкер видео получилось достаточно длинным поскольку аж 10 открыток поэтому я максимально показываю основной процесс но буду убирать ненужные моменты которые так в общем то понятно значит сейчас я в два слоя накладываю двухсторонний скотч и после чего насыпать все в шейкер я буду непосредственно на саму основу а сверху уже ставить вот эту красную подложку которая с окошком внутри немножко пораскрашиваю и добавлю пчелок вот такая открыточка у нас получилась первая после чего переходим ко второй к сожалению у меня часть видео потерялась но это только одна так открыточка что-то не записалась почему-то эта часть я нанесла штампы и акварельными красками раскрасила все с добавлением фломастера после чего я наношу пудру для эмбосинга она у меня достаточно необычная она получается такая как немножко мохнатенькая архивными чернилами также можно наносить пудру для эмбосинга видите такая мохнатенькая получается вот очень крупнозернистая и она когда высыхает такая черная с серым отблеском сверху и внутри я тоже также добавлю пчелку да архивными чернилами можно наносить пудру для эмбосинга с помощью них но не светлую то есть это либо золотая либо черная должна быть белую пудру не советую вот такая у нас вторая открыточка третья открыточка вот я попыталась вырубить отверстие с помощью ножа но у меня не получилось и нож соскользнул я не рискнула второй раз по кругу это все делать поэтому я прорезала это все ножом канцелярским буду использовать еще тот кружочек который у меня остался с предыдущей открытки и делаю рамочку клей я немножко позже покажу поближе как он выглядит потому что уверена что будут все равно спрашивать что это за клей после этого я делаю отстамповки эмбосинга на кружочки которые будут помещаться внутри открытки и также добавляю подсолнухи сверху здесь я не стремлюсь к абсолютной четкости контура почему? потому что сама поверхность открытки достаточно рифленая и тяжело поэтому вот такой небрежный эмбосинг мне даже наоборот здесь больше нравится вообще все открытки максимально простые без всяких замудренностей и запупенностей вот такая открыточка у нас получилась на мой взгляд очень солнечно и ярко если что-то у вас не проштамповалось вдруг как у меня для того чтобы не мучиться и не штамповать сверху в общем короче берите лайнеры раскрашивайте добавляйте нужные детали с помощью лайнера как видите я использую фломастеры это фломастеры хорошего качества они не из самых дешевых но это детские обычные фломастеры и в дальнейшем вы увидите на фотографии насколько красиво ярко и сочно они смотрятся кстати все вот свои раскрасочки я делаю на акварельной бумаге только не на лицевой стороне а на обратной там где более гладенькая она потому что на шершавой стороне будет хуже оттиски после этого беру основу и прямо на саму основу я уже непосредственно наношу штампики стебельков акварельным карандашом прорисовываю после чего я его растушую не делаю это краской только лишь потому что основа чтобы бумага выдержала скажем так короче меньше воды чтобы вот так правильно будет сказать так я кистью аккуратненько развозюкала карандашик и все а если акварельными красками то намного больше воды оно тогда ушло и это могло бы повести бумагу приклеиваю листики и опять же надпись надпись я кстати фольгировала сама все их делала и вырезала вручную если вам интересно я думаю что либо одновременно с этим видео либо сразу же на следующий день после него появится влог я там подробно расскажу как я фольгировала наношу кстати вот эти все подсолнышки и так далее я некоторые на них я наношу двухсторонний скотч спиненный в два слоя некоторые в один и за счет этого получается создается такая многоуровневость вот такая открыточка посмотрите какие сочины у нас получились подсолнухи следующая открытка тоже из очень простых все открытки простые есть очень простые стол правда ходит ходуном прошу прощения я старалась чтобы тиск был почетче но при этом я же говорю я не стремилась прям к идеалу потому что я считаю что он здесь даже не нужен наношу золотую пудру вот вам еще один лайфхак который я всегда говорю вот я сидела думала думала как же мне эту надпись разместить то и вот придумала надо просто развязать штамп не бойтесь развязать штамп то это на самом деле не страшно это нормально если у вас допустим в две строчки почему не делать в одну и потом вы сможете если нужно использовать в две то есть это вы уже как нанесете его а так получается вы немножко ограничены мне нужна была одна ровная полосочка я как видите приклеиваю в основном на двусторонний скотч и смотрится очень даже ничего мне кажется что для открыток двухсторонний скотч вполне подойдет но опять же смотря какой наверное по качеству я до этого пользовалась буромакс мне он не нравился вот я сейчас нашла в другом канцелярском магазине скотч ну их какой то я не знаю он без какой то там определенной упаковки и названия и мне он очень нравится этот двусторонний скотч хорошо держится насколько долго его хватит не знаю но это же открытка все таки она не навечно хотя хотелось бы конечно чтобы подольше сохранялись и открыточки тоже дальше вот такими небрежными движениями я наношу акварельную краску специально чтобы создать вот такой эффект естественности дальше на фотографии вам будет хорошо видно прям то есть для этого не нужно иметь какое то художественное образование вы просто рисуете по штампу где более затемненные места там вы наносите затемненную краску где более светлые там более светлую краску можно вообще просто какими то пятнышками наносить и будет очень красиво выглядеть краски у меня фирмы луч это такая полупрофессиональная они себя позиционируют как профессиональные конечно краски художественные но учитывая их цену художественными конечно их вряд ли можно считать но я сразу скажу что они намного лучше чем детские акварельные краски после этого я беру вот такую подложечку которую я взяла из предыдущей рыбки там где я вырубала кружочек и разрезала ее просто пополам будет у меня вот такая основа скажем так клумба для клумба основа для клумбы два слоя наношу опять же двусторонний скотч вспененный и вот в эти ярусы буду сейчас подкладывать свои цветочки я кстати эту открытку уже показывала в инстаграме поэтому кто не подписан подписывайтесь вот мой ник буду очень рада вам пишите в комментариях предлагайте какие-то свои идеи может быть для видео что бы вы хотели чтоб я вам сняла я сейчас активно веду инстаграм так что заходите ну по возможности насколько это реально вообще активно вести так вот клей вам показываю поближе называется он дели с какими-то китайскими буквами с одной стороны у него кончик вот такой с другой стороны пошире очень интересный клей и мне нравится он типа пва такой но какие-то мелкие детальки им хорошо можно клеить так переходим седьмой открыточке у меня тут есть такие ромашки но их же не обязательно как ромашки раскрашивать вот то что я вам говорила про пятнышки вообще нанесите какие-нибудь пятнышки сделайте разводики и будет вам счастье и совершенно для этого не нужно ничего такого супер особенного и сверхъестественного я специально так крутила бумагу чтобы было побольше на ней разводов и чтобы краски поинтереснее смешались вы после посмотрите как получится я немножко поменяла свои основы и добавила одну белую мне вот захотелось хотя бы одну белую сделать открыточку я вообще последнее время белый цвет так у меня любовь-любовь с ним на двухсторонний скотч на вспененный на обычный я опять же на разных ярусах наношу цветочки прямо на основе карандашиком сначала прорисовала стебельки и после чего черным лайнером линером кто как называет я их прорисовываю и после чего листики у меня также будут некоторые на обычном скотче некоторые на вспененном в общем тоже немножко так с ярусами поразвлекалась и добавляю немножко брызг зелененьких просушиваю их просушиваю их пока они у меня будут дальше подсыхать я сделаю надпись на черном кардстоке белым эмбоссингом возьмем какой-нибудь постандартней поздравляю в этом наборе есть надписи но они более летние я почему-то больше наверное осеннюю и вообще хотелось больше чего-то такого стандартного потому что потом эти открытки уйдут в магазин на продажу а сейчас даже можно с цветочками подарить но если я напишу сладкий мед или про лето то будет не актуально поэтому я использую достаточно универсальные надписи и в конце добавила чуть-чуть капельку черных брызг и в общем-то все на 8 открыточке ничего супер сверхъестественного я сначала отштамповую и вырезаю все штампики для чего я это делаю сейчас вы видите на уже чистовике как видите когда я штампую я подкладываю для создания вот этого эффекта что цветочек за цветочком из-за цветочка выглядывает вам нужно подкладывать вот эту черновую отштамповку и тогда у вас будет получаться вот этот эффект что у вас что-то из-за чего-то выглядывает добавляю уже маленьких листиков просто они мне как раз идеально туда вписываются в этом наборчике вообще три листика идут три размера это очень круто потому что есть возможность с разными работать размерами цветов и вообще ну в общем чем больше размеров тем лучше и трех вполне достаточно самый большой средний и маленький здесь я нанесла сначала фломастер после чего добавляю вот те места которые у меня плохо пропечатались обвожу гелевой ручкой почему потому что может при нанесении фломастера немного лайнер этот вот как размазаться вот там и чтобы этого не произошло естественно я вот так вот делаю дальше в два слоя опять же наношу в двух цветах листики раскрашиваю вообще приучайте себя к более объемным каким-то элементам то есть используйте два-три цвета они даже могут быть на тон на два разница то есть вам кажется что может это не сильно заметно но в общей гамме рисунка это будет очень актуально вырезаем нашу красоту и теперь я делаю дырочки в листиках прямо и навязываю нитки мулине у меня такие есть зелененькие и делаю бантик подбираю надпись у меня вот все хотелось хэппи холли да я ее только в конце уже использую скургляю края и белой гелевой ручкой делаю строчку самая обычная гелевая ручка покупается в канцелярском магазине единственное что не берите самую дешевую вот правда не пожалейте денег возьмите такого среднего ценового сегмента дальше добавляю у меня остатки уже капельки глосси от фабрики декора я так щедро набрызгала все равно они станут прозрачными по поводу белой гелевой ручки да самая дешевая плохо может писать возьмите какой-то средней средней цены вот такие у меня получились капельки они уже не такие объемные как когда он новый но все равно последние две открытки вообще мега простые но при условии что у вас есть эмбосинг хотя можно это заменить просто обычной отштамповкой я как видите наштамповала листики в разных вариантах нанесла зеленые опять же чернила для эмбосинга которые ну вот сейчас вам на камере не очень заметны в жизни конечно они лучше видны теперь дыроколом делаю дырочки для ленты для того чтобы лента хорошо легла прямо на открыточку и смотрится это намного интереснее чем просто когда сверху завязываешь и когда у вас есть дырочки лента ваша никуда не убежит такой вам лайфхак золотишко хотелось мне добавить и опять я пришла к надписям потому что открытка простая припростая и вот хотелось чего-то такого интересненького на нее добавить написала today happy day сегодня счастливый день и вот такая открыточка у нас получилась и последняя десятая открытка тоже она из очень-очень-очень простых я сделала дыроколом скруглила углы сделала это по диагонали то есть не все углы только два по диагонали сверху и снизу теперь я расположила листочки как мне хотелось бы у меня просто в остатке они были поэтому я захотела их уже использовать все чтобы они у меня не лежали сделала дырочки дырочки я так растрепала ножничками и получается вот в эти дырочки я вкладываю листики некоторые просто поверх бумаги а некоторые вот как бы выходят из этих дырочек клею все на вот тот самый клей дели и наконец-то happy holiday надпись сюда у меня поместилась в общем-то это самая простая наверное открытка не забывайте поставить пальчик вверх если вам понравилась хотя бы одна открыточка подписаться на мой канал чтобы не пропускать следующие видео такого рода в моей группе вконтакте я сделала для вас альбом для ваших похвастушек ссылочку оставлю внизу в описании и с удовольствием посмотрю ваши варианты простых открыток а я вам желаю солнечного настроения и море-море вдохновения всем пока-пока